здравствуйте сегодня мы продолжаем наши разговоры на политической кухне салона ноль то напоминаю что это совместный проект сайта слухи и факты и кабельного оператора интер интерконтел сегодня у нас в гостях глава администрации города иваново александр станиславович кузьмичев здравствуйте александр станиславович александр станиславович но политическая кухня поэтому вопросы мы сегодня будут не хозяйственные наверное да и сразу спрошу вот вы один из самых главных в области руководителей таких все-таки вы руководите областным центром почему на выборах в областную думу вы не стали паровозом ни в один из списков единой россии это узнаете я считаю что у меня больше хозяйственная работа и она меньше связана с политической какой-то деятельностью потому что для этого есть иные институты иные должности где могут быть ярко наверно более привиться настоящей политики я все же считаю себя более хозяйственником для то есть решающие вопросы жизнебеспечения города развитие его инфраструктуры вот это как бы моя считаю главной задачей а у меня создалось впечатление что пока они там рубятся языками чешут по извините уж вы в тылу обеспечивает им вот такую более-менее такую картинку нормальную что в городе все хорошо все таки что кто-то должен заниматься хозяйством есть в доли истины ну я думаю что не совсем так почему потому что ну я думаю каждый должен заниматься тем чем он должен заниматься и на вряд ли здесь как-то уместно какое-то сравнение в том плане что значит кто-то кого-то прикрывает и так далее да нет просто в целом но я считаю что от того насколько стабильна политическая установка как стране в общем-то зависит том числе любая любая в том числе хозяйственная деятельность но во всяком случае я считаю что и это вся история до нашего государства очень ничего развитие человеческого показывает что от того какова все же политика до в конечном итоге от этого складывается хозяйственная деятельность и в данном случае мне тоже не без интересно какова будет ситуация естественной в городе политической в регионе но еще раз говоришь по своему складу и как по своим задачам я человек более хозяйственной деятельности то есть дела нам делать ну и несомненно а вот тогда про дела не бывает вам обидно вот такой конкретный пример сейчас идет асфальтировка дворов мой двор за асфальтировали в кои-то веке я знаю что это работа запланированная администрации еще полтора года назад а депутаты сначала это округ сверчкова сначала нам сверчков жителям рассказывал что если бы не он ничего бы этого не было теперь пришел коля корчагин собрал собрание жильцов и говорит ребята чиновники то есть вы работать не хотят если вы сейчас мне подписи не поставите у вас двор не будет за асфальтирован и получается так что вы там тихонечко засаде там в тылу вот для них что-то делаете да они ходят и походе а чиновники все равно не работают нет обиды на них но во-первых это никакой обиды нет а если говорить объективно на вообще инициатива по асфальтированию дворовых территорий принадлежит партии единой россии вы знаете о том что два года назад был принято решение выделения из федерального бюджета средства для областных центров по началу благоустройства в придомовых тират территории некоторые тогда помните ну как бы оппоненты этой партии говорили о том что это пиар-ход перед выборами государства думу а потом это все сойдет на нет но вы знаете вот опять же депутаты городской думы на его чем-то нас подержал правительство региона в том плане что мы поняли на этой программе нельзя ставить крест то есть она должна развиваться продолжаться потому что объективно говоря сегодня мало кто из жителей собственников на квартирных домов в состоянии собрать деньги на вот благоустройство территории дай бог как говорится еще отремонтировать то те квартиры те дома которые темная отдельно но во всяком случае еще раз хочу сказать что здесь логика именно такова что то есть я правильно понимаю что если бы не единая россия вы не догадались бы дворы асфальтировать я думаю что если бы толщиком был как раз тот фактор что были выделены материальные деньги и по всей российской федерации не знаю как в других субъектах разный была там ситуация на связи сучи наши региональные руководстве наши городские депутаты они приняли решение этот проект продолжать он совершенно логично потому что это было бы обидно ваш дом за асфальтировали соседний дом не за асфальтировать потому что он не попал в эту программу все равно кто-то все равно кто-то будет обижен но вообще наша задача такая это обязательно сделать так чтобы все дворовые территории на квартирных домов в городе были за асфальтированы при длина нормально состояли вот эта задача она быстро не выполняется но мы к ней системно идем ясно почему кандидаты и депутаты с таким же рвением не стремятся как-то защитить зеленые насаждения в городе сквера у нас вот в центре я живу в центре вот в округе вячеслава михалыч практически все скверы застроены набережную что-то поставили какое-то уродство строительное стоит да почему они не защищают знаете я хочу вам сказать я глубоко вас уважаю как действительно принципиально очень такого интересного журналиста и именно гражданин нашего города на больше у нас таких граждан наверно сказать у нас бы спасибо все было очень здорово я хочу сказать что надо быть объективным если говорить о зеленых скверах то эти насаждения по-другому сказать на даже их даже кустами нельзя назвать назвать их скверами совсем объективно все же мы должны говорить о том что на там где есть территории которые находятся не приглашали неприглядном состоянии наверное лучше чтобы там был какой-то стоял объект освещенной благоустроенной территории нежели это сказать на та территория которая вы считаете лучше вот в нашем каземате в городском построить еще одно здание а не насадить нормальных деревьев и не привести вот этот неблагоустроенный как вы говорите участочек в центре в нормальное состояние как с набережной в тот же вот справилась давайте смотреть да вот мы с вами знаем вот эти сквер якова горелина да на то есть благоустроили сделай разрядку старых деревьев позади то есть вот есть факт когда мы этим занимались арт-сквер вы помните какая была там помойка доска объявлений вообще там пройти было страшно да сделали благоустроили там где стоял общественный туалет на площади пушкину конечно наверное не из ну как говорится не супер там объект сейчас построили наверное да и как бы история свою все точки на вам он нравится кстати вот это мне сам министра не нравится этот объект я думаю что в дальнейшем стоило вот на самом деле воротить убирать туалет чтобы так не так одежда жить и нет нет я хочу вам сказать во первых значит мы же с вами помню какова была ситуация там до 2006 года стоял ларьки и стать до последнее время там стоял согласен 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 наверное еще две недели назад там стоял станочный прием такой незаказистый значит там продавали значит слабо алкогольные напитки там табак и так далее то есть мы сейчас это все мы постепенно освобождаем город вот таких пережитков наверно я бы сказал дизайн морсон чтобы там продавали крепкий алкоголь но и и все чтобы побыстрее до конца и тура слих мы можем много говорить но вы со мной согласитесь что площадь пушкина стала лучше да вот буквально я соглашусь с вами что до морсона до того как можно это было прекрасная площадь ну а если вы такой как активный гражданин чей поможет нам в сборе средств наверное на или значит разработки эскиза проекта памятника пушкина о котором очень много говорят я думаю что это было бы еще лучше я не сторонник памятников давайте вернемся к местному самоуправлению вот сейчас мы живем в новой системе первый срок да можно так сказать разделение вот и я до сих пор честно говоря хотя за экватор уже перевалило у вас не могу разобраться вот вы глава администрации вы хозяйственник вы отвечаете за дела хозяйственник все понятно вот с этим не понятно а есть глава города он нас кто политик он и политик он и политика на местном уровне на муниципальном возможно нет ну конечно возможно по одной простой причине политика почему потому что на местном управлении это та реализация гражданских прав управления сами насущими своими проблемами там без политики я не хочу сказать что это может быть какие глобальные стратегические задачи но есть еще и представительские функции то есть решение вопросов о на взаимодействии с различными гражданскими институтами общества без этого тоже не бойтесь я хочу вам сказать понимаете вот в америке вот большинство крупных городов в америке продавая управлять именно по такому же принципу как у нас в нашем городе и в большинстве областных центров столиц центрального федерального округа то есть эта практика она придумана же не за последние несколько лет то есть в общем то она имеет свои положительные плюсы хотя еще раз говорю на момент наверное на первых шагов восстановление этой системы есть какие-то минусы так далее но с каждым шагом я считаю что всем будет укрепляться она будет более совершенной вы знаете у меня есть хорошая такая наверное мысль и и сказал кто-то из великих о том что надо гордиться не своими реформами а гореть своими традициями вот понимаете мы сегодня заложили традицию такого местного управления и не надо шарахаться в сторону то вправо то влево и так далее ну не знаю у меня вот сложные отношения то что вот еще раз если ваша должность это хозяйственная да то вот когда сверчков был представителем думы я понимал чем он занимается он был представителем думы он руководил какими-то ну незаконными на а сейчас это какой-то пиджак который с ножницами вот пиджак ездит по заграницам и по соседним городам а в городе при этом ничего не меняется а ножницы режут ли эти веревочки вот и это узнаете я совершенно не хочу вспомнить это совершенно извините не хочу согласиться по одной простой причине потому что изменения в городе достаточно большие смотрите и социальные объекты сегодня 9 объектов у нас городе строится новых там дороги и так далее то есть город меняется кстати наши даже оппоненты вот и люди которые гости приезжают в город они отмечают о том что город меняется нам бы хотелось это сделать еще лучше еще быстрее я не говорю что город не меняется поэтому по они понимают этой системы хорошо а вот в продолжение темы городской бюджет выделяет и вам и почти по восемь миллионов в год на освещение информационные на информационную поддержку вашей деятельности вам вот не бывает обидно что вот ваши восемь миллионов расходуется я вот наблюдаю вы немножко там и все руководители направлений да а вячеслав михайлов берет эти восемь миллионов и так мощно один на них пиарится нет но я вы знаете я не знаю как говорится как будем говорить эти средства распределяются и во всяком случае это же не есть им как говорится какой-то пиар и так далее хотя на какой определенный момент в этом есть но основная задача это проинформировать население о тех событиях важно которые происходят в городе без этого просто сегодня возможно мы сегодня живем как мы правильно сказали это перед началом передачи цифровом обществе и на сегодня используя средства интернета электронные сми печатные сми нужно доносить информацию которая интересна для горожан с каждым годом уровень говорить функционной открытости в общем-то власть власти становится на мой взгляд все больше и больше да то мы можем работать и твиттере мы можем выходить на сайте вы можете публиковать нам любую информацию любые мысли и для жителей простого да наверное очень важно какие события в городе происходит какие есть проблемные моменты связанные там допустим с производством каких-то работ которые затрагивают интересы жителей измени транспортных машин я думаю что это очень важно но все-таки вы не обижайтесь что я много про вячеслав михалыч вас спрашиваю я думаю просто можно я скажу да я готовился я очень хотел с ним сделать с первым эту передачу так же как на барсе сначала он а потом вы у нас маленькая компания нам еще можно отказывать и вячеслав михалыч когда его приглашал сказал мне что значит он не пойдет ко мне на передачу потому что он знает да что бесплатно да нормально но эта передача вот наша которую мы здесь делаем она рекламирует не гостя а меня что я эту передачу делаю для своей рекламы вот как вы думаете в чем корень просто наши чиновники все уже давно отвыкли общаться со сми без подготовленных вопросов ответов или наши журналисты наоборот уже превратились в такой придаток власти что просто без оплаты не задают во первых я хочу сказать что вячеслав михалыч очень умный политик я считаю что замечательный руководитель и здесь самое главное на мой взгляд понимаете вообще в любой политической системе что было определенное понимание у нас нет там абсолютно вот так сказать и на и ненагласий много там дискутируем так далее но самый главный на мой взгляд что было понимание стратегических задач вот когда есть русская такая басня там лебедь рака и щука да вот этого быть не должно то есть должно быть все же понимание куда идет город куда развивается там регион страна и так далее мы с вами очень хорошо помню 90-е годы до начала двухтысячных я про чиновников которые не хотят и поэтому может быть какое-то значит где-то может взятые отношения что-то имеет вместо быть но мы во всяком случае абсолютно открытый на любой вопрос ну как бы силу своей как бы специализма готова ответить тогда тогда вас нет не тогда вам лично острый такой вопрос на который я хотел получить ответ ходит такой слух что когда вас назначили главой администрации сергей пахомов и михаил меня ну естественно михаил менее сергей пахомов то вам в администрацию дали двух смотрящих таких за вами максима громова и александр москва страны сленг я хочу сказать ничего уж какой есть вот громов громов недавно ушел из администрации а вот как вам думаю думается с матвеевым до конца полномочий сможете справиться но во-первых хочу сказать о том что это мои коллеги никаких там вопросы связанных там что кто-то за кем и так далее значит смотрит и так далее но вообще даже вообще-то как немножко оскорбить на то есть вы как умный журналист должны говорить еще и такой какой-то тиша присматривающий я считаю не примете команда вообще формируется в школе речь зашла до на основании признаков прессионализм понятно что значит совершенствуется любой человек до вы как журналист я как допустим руководитель работы на своем конкретном месте это как бы закон жизни и в данном случае я хочу сказать что действительно на тот кто не справился он уходит если человек справляет своими обязанностями если мы видим положительную динамику в развитии города если мы видим что идет движение вперед то наверное это нормальная оценка и поэтому я еще самый главный поверьте один из моих критериев оценки руководителя с кем я работаю до моим подчиненным это ответственность то есть человек ответственность то он готов работать по 12 часов в сутки с учетом того что могут быть и варийной ситуации вы сами понимали бог городской хозяйстве такой огромный огромный конгромерат всяких всевозможных проблем начинает искать от транспортных качаетом жкх и значит вот у меня постоянно телефон сообщает о каких-то значит проблемы которые появляются гор как мы их решаем то есть постоянно в режиме что называется мной то же самое я вижу по своим руководителям которые работают в таком же режиме я хочу сказать тот кто не выдерживает тот ушел а тот кто нормально работает тот и будет нормально работать и я здесь хочу сказать что те кто сегодня работают вместе со мной они достаточно профессиональные люди я считаю что они будут работать хорошо ну вот восьмой год у нас михаил меню же да и практически все это время ходят слухи что вот через три месяца михаил меню идет михаил меню идет со всеми там соберет всех своих своих посадских и уедет отсюда как вы в такой ситуации оцениваете свои шансы на переназначение тем кто придет следующий знаете я хочу сказать какие-то вот это спускать такие слухи люди когда спросил про то как вы оцениваете свои шансы да я не про шансы рассказывать значит важно то чтобы еще раз повторяю чтобы жить в городе улучшилась вот эта задача понимает человек живет очень маленькую жизнь мы об этом с вами как-то разговаривать понимаете вот его жизнь она буквально там активный там но 50 70 кого-то 60 кого-то меньше лет и поверьте я глубоко уверен что каждый человек имеет на той земле должен сделать что-то доброе да поэтому шансы не шансы для меня понимаете не есть какая-то политическая цель там например стать там главой было когда-то стать главой администрации да или так далее просто должен каждый заниматься профессионально своем месте и решать какие-то задачи а вот то что вы говорите еще раз хочу подчеркнуть вот слава богу что у нас в городе и в наш регион был назначен наш губернатор не за того что на умели предложил через правительство на сконская кандидатура на должность главы администрации а самое главное что я как житель ивановской области да и как человек который любит свою родину свою свой город очень вижу какие позитивные изменения происходят в нашем городе и только слепой не может этого не замечать а когда на говорят о том что вы знаете вот там кто-то уедет так далее значил там команда и так далее но это делают те люди которые в 90-е годы простите меня город превратили но в такое мягко говоря на когда остановились в фабрике да когда часть людей просто их честно говоря забрала себе на вот выгонав текстильщиков практически на улицу а сегодня они пытаются говорить вы знаете мы же там пытаемся текстиль и спасти но господа вы здесь жили и можно обманывать людей которые там год два-три назад сюда приехал наш город а большинство жителей и умных политиков да и умных наших жителей которые читают газеты интересуются политикой их просто так не приведешь мы же видим а позитивные отношения мы человек может с куску много говорить там болтать о том что вот он значит там может что-то сделать так далее человеку надо судить по конкретным делам вот мы же с вами и вы можете заметить да как преобразился город как преобразилась область да и уровень жизни как бы там не говорили горожан большинство горожан у повысится и в этом заслуга как раз команда михаилами хорошо то следующий вопрос именно об этом вот ваш предшественник александр фомин внес в думу предложение изменить в устав и ввести вот такую вот систему двуглавое управление городом да вячеслав михаил сверчков мне в журнале тысячи экземпляров в интервью сказал что сделан это он сделал это он под давлением областной власти вот сейчас у вас у человека который делает столько для города и который как сейчас я услышал хочет продолжать делать для города нет желания взять и все повернуть вспять вернуть главы выбора главы города внести еще раз измените устав пойти на выборы победить и продолжить уже на более легитимных условиях вот я уже в ответ на этот вопрос вы просто может быть пропустили я сказал что для нашей страны для нашего города важно чтобы не гордиться новыми реформами гордиться своими традициями сегодня у нас 2000 в шестом году дамы или 2007 была заложена новая традиция да то есть были изменения в устав приняли вот не надо шарахаться из одной стороны в другую я считаю что надо развивать то что сегодня есть и опыт последних лет например развитие нашего государства показывает о том что когда мы четко работаем в направлении совершенствования того что уже есть мы получаем какой-то нормальный хороший результат это наглядно могут увидеть и жить нашего города и принципе большинство жителей нашего государства то есть не внесете изменения спасибо александр станиславович спасибо вам напоминаю что у нас в гостях был александр станиславович кузьмичев глава администрации нашего любимого города иваново я алексей мошкевич с вами прощаюсь а александр станиславович сейчас в рубрике по скриптум еще что-нибудь надеюсь нам расскажет до свидания до свидания до свидания кухни ноль ты настоящее немецкое качество и функциональность только для вас эксклюзивно в ноль ты кюхин улица октябрьская 12 мне кажется что на сегодня и нашему государству нашему городу нашему региону нужна стабильность и динамичное развитие вот это очень важно это можно сделать только выступая единой команды во главе с нашим губернатором и естественно командой профессиональных управленцев и конечно мне хотелось пользу случаем поблагодарить всех жителей нашего города и нашего региона за ту огромную работу которую они делают по вообще развитию города потому что одно дело конечно эта система управления но очень важно конечно это чтобы люди более активно занимались и мы сегодня видим очень много интересных на людей которые работают и в бизнесе которые стараются украсить свой город а вот что касается передачи который я принял участие это замечательная передачи я хочу сказать что благодаря на политике как раз правительство анской области и поддержки губернатора в школы в оси школы нашего региона пришел в скоростной интернет забнедом было компьютерное оборудование это как раз позволило вот этому молодому поколению который сильно приходит к власти активно участвовать политические процессы экономической жизни общества работать как раз в интернет пространстве это что ваша передача выходит в интернете это классно потому что вы работаете на перспективу на на вперед и я думаю что берете пример с нашего вебината а а Редактор субтитров А.Семкин